Добрый вечер и уже скорее доброй ночи. Дорогие друзья, добро пожаловать в Калифорнию, город Санта-Клара, где сегодня на этом замечательном стадионе состоится матч с грандиозной афишей. Манчестер Юнайт, чей состав вы сейчас видите, встречается с мадридским Реалом. Возможно, популярные команды в мире играют друг с другом в США в рамках международного кубка чемпионов. Турнир развивается, огромное количество матчей мы уже увидели, но самое интересное еще впереди, в том числе сегодняшний, ну и конечно, также впереди Эль Классико, матч между Реалом и Барселоной. Но сегодня все внимание этому противостоянию. Историческому матчу мы помним, какие были яркие встречи между командами еще буквально 10 лет назад, но чуть больше, в 2003 году, наверное, не самых ярких матчей в истории Лиги чемпионов на Олд Траффорд. Тогда просто спектакль выдали эти две команды. Потом также было огромное количество встреч, которые нам всем памятны. Ну и впереди, напомню, что уже 8 августа нас ждет игра за Суперкубок Европы. Официальный матч между Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид. Так что сегодня, давайте скажем, такая генеральная репетиция матча за Суперкубок Европы. Что ж, игра стартовала. Я сейчас вас познакомлю со стартовыми составами команд. Естественно, вы не перепутаете формы. Манчестер в своих традиционных красных цветах. Реал весь в белом. Игра проходит в Калифорнии. Здесь очень жарко. Студион, к сожалению, не зайдет до отказа, но тем не менее, я думаю, что болельщиков команды порадуют сегодня. Ну что ж, давайте начнем мы с команды Манчестер Юнайтед в воротах УМЮ. Сегодня Ромеро номер 20. Далее полевые футболисты. 12-й Смоллинг, 36-й Дормьян, 3-й Баи, 4-й Джонс, 16-й Кэрри, капитан команды, 14-й Лингард, 27-й Филайни, 15-й Перейра, 11-й Марсиаль и 19-й Решевард. Вот такой состав у команды Джузе Мауринью. Отметим, что огромное количество изменений по сравнению с предыдущим матчем. Я напомню, что Юнайтед был совсем недавно, опять-таки, в рамках этого турнира матча против Манчестер-Сити. Первое дерби Манкунянское за пределами Великобритании. Манчестер победил довольно уверенно и вообще произвел очень приятные впечатления. Но сегодня, естественно, матч другой, ну и другой состав. Видим огромное количество изменений в команде Мауриньо. Не играет Лукако, не играет Пугба, не играет Мхитарян и многие другие футболисты. Ну, состав вряд ли резервный, наверное, некорректно говорить так в отношении этих футболистов. Но, скажем так, смешанный. Тот же Дехея не играет. Галкипера основной команды Манчестер Юнайтед. Кстати говоря, каждое лето мы наблюдаем сагу о том, как Дехея может перейти в Мадридский Реал. Сегодняшние соперники Манкунянцы. Состав Реала в воротах Кейлор Навас номер первый. Далее в поле второй Дани Карвахаль, 12-й Марсело, 5-й Варан, 6-й Начо, 8-й Кросс, 10-й Лука Модрич, 22-й Искон, 9-й Бензема, 17-й Лукас Васкис и 11-й Гаррет Бэйл. Был наставник Реала Зинедин Зидан. Напомню, что ранее работал с Реалом Муриньо, поэтому где-то матч тоже принципиальный. У Реала состав, скажем так, основной. Реал сегодня дебютирует в рамках Международного Кубка Чемпионов Реала. Почти все ведущие футболисты, кроме Криштиану Роналду, не переживайте, все с ним в порядке. Он уже передумал за Реалу уходить, он просто в отпуске. Он получил очень длинный отпуск, соответственно, из-за выступления на Кубке Федерации. Вернутся он только 5-го августа в расположение Мадридского Реала. Угловой удар зарабатывает Манчестер Юнайтед, вот он Зидан, тренер Мадридского Реала. Ну и для вас сегодня игру на матч ТВ комментирует Нобеля Рустамян. Перейра будет подавать право фланга. Главный орбитов внешнего матча Кевин Скотт, о нем тоже расскажем. Сток, прошу прощения, Кевин Сток. Судья. Сегодняшней встречи. Марселло побивает мяч точно в направлении Васкиса. Марсиаль. Довольно агрессивно начал Манчестер. Лингард. На Решварда. Решвард играл в прошлый матч, даже забил ворота Сити. В хорошей форме находится Решвард. Манчестер давно уже в Америке. Это не первый матч команды. Мауриньо. До этого были игры вне турнира Международный Кубок Чемпионов. Были матчи против местных американских команд. Но вот если брать непосредственно турнир международный, пусть он неофициальный, пусть он, конечно же, товарищеский, тренировочный. Но, тем не менее, это уже вторая игра для МЮ. У Реала матч первый, но у Реала плотно играть. Как я уже говорил, у Реала будет замечательная игра в Майами на другом побережье. В США будет игра против Барселоны. Эль Классико. Близной Эль Классико. Случится. Пока же игра в Калифорнии. И Реал атакует. Лукас Фаскес обыгрывает соперника. Опасный момент, может быть. Кони Кросс на Бензема. Подача Калифорнии на Бензема. Опасный момент. И с трудом Манчестер справляется с этой угрозой. Ромеро, похоже, получил небольшое повреждение. Даже не он, а кто-то из футболистов Реала. Потому что медики именно Реала направляются. В сторону ворота Ромеро. Но раз арбитр игру не останавливает, значит, все в порядке. Значит, ложная тревога. Решфорд. Ушел от Начо. Решфорд по правой флангу набирает скорость. Пробрасывает мяч в штрафную. Но в итоге нарушения правил нет. Я назвал составы. Естественно, мы подробно поговорим о схемах команды. Вот тот момент, когда неудачное столкновение. Говорит, Бейл здесь пострадал. О схемах команд тоже поговорим. Потому что всегда интересно. Матч тренировочный. Понятно, что и для Мауриньо, и для Реала это великолепная возможность проверить свои идеи. Всех своих футболистов. Так что это огромное количество взамен. Это традиционный атрибут турнира. Но пока отметим, что Реал играет по традиционной схеме 4-3-3. Не играет Серфио Рамос. Поэтому связь по центральным защитникам. Баран Начо. Фланги те же. Карвахарь Марселло. Марселло сегодня капитан Реала. Трио в центре поля. Отменялся Лука Модрич. Наверное, приятная и важная информация для Луки. Поменял номер. Теперь на его спине десятка. Легендарный номер. Мы знаем, что Реал расстался с Хамисом Родригесом. Он носил этот номер. Он отправился в Баварию. Вот теперь Модрич, как он уже забрал престижный номер на спине. Атака Манчестера. Удар к воротам. Хороший удар. Хороший удар. Кейлор Навас на месте. Братарь. Реала. Сколько лет ему ищут замену. Он все играет и играет. Причем при нем Реал выигрывает регулярно Лигу Чемпионов. Два раза подряд. Потому что мадридцы выиграли главный трофей худого футбола. Подача Перейры на ближнюю стангу. Бенземан пришел. Помог своим партнерам. Помог в итоге. Лингард. Хорошая стенка. Лингард успеет к мячу. И подаст мяч во вратарскую по сути. И в итоге еще один угловой удар. Манчестер давит. Манчестер играет довольно агрессивно. Еще раз смотрим. За этим ударом. Лингард. Пока он главная действующая фигура. В атаке Манчестера. Розыгрыш мяча. Подача в штрафную площадь. Филайни. Укрывает мяч корпусом Филайни. И атака Манчестера уже по левому флангу развивается. Удар по воротам. Рикошеты. Келлер на вас к мячу успеет. Так вот. Чуть подробнее о составе Реала и Манчестера. Кросс, Модрич, Иско. Это соответственно группа полузащитников. Ну и три в атаке. Бензема, Васкис, Бейл. По сути основной состав. Как я уже говорил. Потому что все лидеры. На поле нет Роналду. Но у Роналду. Скажем так. Объективная причина. Почему он отсутствует. Отпуск. Между прочим. Криштиан сейчас в Китае. Там у него рекламный тур. Видите. Роналду уже по четырехфутбольной команды. Состоятельно. Проводит рекламные поездки. Понятно. Роналду безумно популярны в Азии. Ну и во всем мире. А так Реалан. Отдевается Манчестер. Ну и понятно. Будь Роналду на поле. Это опять-таки была бы интересна тема. Потому что Роналду свою карьеру сделал. В том числе в Манчестер Юнайт. Марселу. Подача. Мяч. Не долетает. До. Партнеров. Аут. В пользу сливочных. Вот. Поскользнулся. Кровахаль. Любопытно. Тоже, видимо, в плохой форме. Бензема. Прострел. Мяч у Кровахаля. Будет подача в штрафную площадь. Гардбейл. Мячу не успевает. Здесь уже Лингард. Помогает своим защитникам. Что касается Манчестера, то здесь Ромеро в оборотах. Оборона бои и Джонс это центр. Фосуменса и Дармьян фланги. Что касается центра поля, то Майкл Керрик и Фолейни. Это опорная зона. Судя по всему, ударный нападающий Маркус Рэшфорд. И, соответственно, трио, которое обозначим как группу атаки, которая располагается под Рэшфордом, Марсиаль, Перейра и Лингард. Ну, они будут меняться флангами. Как кажется, изначально Перейра играет правее, Лингард в центре, Марсиаль чуть левее. Я думаю, что допускаю, что они будут меняться, скорее всего. Потому что все быстрые, резкие. Сейчас, например, Перейра в центр переместился, обокон с мячом. Играет пяткой. Но мяч до партнера не дошел. Вот такие составы. Манчестер состав смешанный, как я уже сказал. Но схема та же. 4-2-3-1. У Реала 4-3-3. Ну, опять-таки, тоже все может расформироваться. Я говорю о том, как было в целом по прошлому сезону. Модрич. Реал не меняется практически. Это, конечно, большая заслуга и руководства, но в особенности Зидана, который сумел... ...захуще сплоченный коллектив. И сумел определить каждому свою роль. И поэтому Реал второй год подряд выигрывает Лигу Чемпионов. Лукас Васкес. Нарушение правил на футболисте. Иском. Ставит корпус. Сохраняет мяч. Модрич. Новая десятка Реала. Комеро. Удар вперед в направлении Филайни. Сохраняет мяч Филайни для своей команды. И атака уже по правому флангу. Лингар. У Фусуменца. Его поддерживает по правому флангу. Пас вперед в направлении Рейшфорд. Но здесь Баран. Вот так радует американскую публику, которая ходит на футбол. Наверное, этот турнир еще и такая проверка американских болельщиков. Как они воспринимают сокер. Тем более на уровне клубных команд. Но в целом посещаемый сумасшедший. Абсолютно. Марсиаль. Подача. Марсиаль. Чего пробил в этой ситуации вообще на цены не было. Филайни. Сошлись два футболиста с похожим прическами. По Филайни и Марселло. Нет, он еще не правил. Можно играть. Нет, все же звездок прозвучал. Говоря о посещаемости, накануне в Нью-Джерси был матч между Ювентусом и Барселоном. Опять-таки в рамках этого турнира. И с теменем был заполнен до отказа. 82 тысячи болельщиков вчера было на матче Юви-Барселона. Сегодня пока точной информации нет. Стадион всего вмещает около 75 тысяч болельщиков. Но, естественно, вместимость меняется. Кстати, отметим, что сегодня помощники, одна из, один из помощников, девушка Кевина Стота. Главный арбитр Кевин Стот. Пока информации по ассистентам нет. Опять-таки турнир товарищеский, поэтому не всегда полная информация у ассистентов присутствует. Марсиаль. Не в пользу Манчестера решение арбитра матча. Вот он, Кевин Стот. Ну так вот, эта арена вмещает 75 тысяч болельщиков. Ну, она трансформируется от вида спорта, который здесь проходит. Или концертов, например. Вообще, стадион команды Сан-Франциско 49ers. Это команда национальной футбольной лиги NFL. Американский футбол. Я имею в виду, посещаемость обычно сумасшедшая на этом лиге спорта США. Поэтому, уверен, что обычно не заполняется стадион до отказа. Дармиян получает мяч на левом фланге. Манчестер в атаке. Лингард, Решвард далеко отпускает мяч. Лингард, потеря. Гарьбейл. Марцелло. Варан. На правом фланге. Карвахаль. Кросс. Реал переходит неспешно на половину поля соперника. Варан. Модрич. Снова перепасовка с Вараном. И передача снова назад на Начо. Реал позже вышел из отпуска. Поэтому, наверное, логично предположить, что Манчестер в лучших кондициях. Хотя, если говорить о официальных матчах, то я уже об этом в начале репортажа сообщил. Между этими командами будет первый большой официальный матч сезона. Супер Кубы Европы. Мы разыграем Реал и Манчестер уже в начале августа. Скопья эта игра состоится. Напомню, что Реал выиграла Лигу чемпионов. А Манчестер, так на всякий случай, команда, которая выиграла Лигу Европы. Это второй по значимости турнир. Поэтому Манчестер, безусловно, тоже один из триумфаторов прошлого сезона европейского. И есть шанс у МЮ выиграть еще один кубок. Тем более, мы знаем, как футболисты МЮ любят считать трофеи, что логично. Как и, собственно, Мауриньо. Поэтому Супер Кубы Европы будет значимым событием. И для тех, и для других. Иско. Филейни. Вовремя. Вернулся и помог своим защитникам. Снова Филейни с мячом. Передача на левый фланг. Марсиаль. Вераира. Еще один пас назад. И тралирует мяч. Манчестер. И нарушение правил. Центр поле на Марсиале. Марсиаль одна из самых обсуждаемых фигур с точки зрения трансферов в последней неделе. Потому что, как пишут английские и итальянские СМИ, возможно, Манчестер отправится в аренду в Интер. Это будет часть сделки по переходу Хабека Миланского Интера из сборной Хорватии. Перешечек. Манчестер. И уже очень его хочется видеть. Что за ему уровень. Красиво пятка играет Бэйл. С Бензема. Но... Почитал все защитник Манчестера. По-моему, это был Фосуменса. Это поступает под 24 номером. Решворд и нарушение правил на Эдрас Перейро. Фалит Кросс. Быстрый мяч разыгрывает. Искор. В трапную Бензема. Карим с мячом. А пробить Бензема не сумел. Бензема, знаете, обычно, говоря о Реале, сразу, понимаешь, естественно, Роналду, потом Бэйла, Модрича, Кросса, Серхио Рамоса в первых рядах. А, между прочим, Карим Бензема, по сути, незаменимый футболист для Реала. Столько было конкурентов у него с последние годы. И у всех он непременно выигрывает борьбу за место в составе. Игуаина выиграл. Игуаина продали. Сейчас история с Муратой, которого вернули в Реал, в принципе, под основной состав. Но Альваро Мурата буквально несколько дней назад оформил свой трансфер в Челси за рекордную сумму для испанского футбола. Самый дорогой испанский игрок Альваро Мурата за 80 миллионов евро перешел в Челси. Ну и Бензема снова остался один, если брать чистых нападающих. Снова отмечаем, что Карим Бензема, незаменимый футболист, меняются тренеры в Реале. Но Бензема всегда имеет местный старт в составе. Филайни. Модрич. Упал, тут же поднялся, мяч к нему отскочил. Марселло. Модрич. Модрич, Кросс. И Модрич великолепно разбирается. Такой, может быть, момент в центре поля, но какой он характерный именно для Тони Кросса. Блистательный футболист Тони Кросс. Смотрите, конечно, связка Модрич-Кросса. Потрясающее действие в последние годы. Искор. Марселло будет подавать. И здесь подбивается мальчик. Сегодня нет Казимира, Аккорного Хаббека. Но, я думаю, что для контрольного матча это, наверное, не грандиозная потеря. Марселло, хотя Казимира важнейший футболист для Реала. Но это, по-моему, опять-таки по Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. Модрич. Кросс. Искор. Чистый отобран мяч. И еще одно решение в них в пользу Реала, которое оставляет возмутиться даже обычной спокойной Зидана. Вот он, с печом. Зинедин Зидан. Каренбейл. Скорее всего, вовсе Азидан. Вовсе не вне игре. Вот. Очаровательная девушка, которая сегодня держит судьбы. Что-то в конкретном матче точно. в песuch. Один. Будет продолжаться. Нет. ». Нарушение правил. Тем временем половина первого тайма позади у нас в городе Санта-Клара. А вот в пользу Реала Каравахаль из-за боковой. Кросс. Бэйл. Ой, как красиво играет Бэйл. И атака Реала продолжается. Далековато отпустил мяч Бэйл. Такой сложный трюк изначально совершил Гарри Бэйл, а потом мяч уже потерял. Хотя скорость набирал. Болист нападающий или полузащитник. А мы знаем, когда Бэйл набирает скорость, это всегда опасно. После продажи Хаммеса и Мурата стало окончательно понятно, что, естественно, никуда, говорит, Бэйл не уйдет. Были изначально разговоры даже в контексте Манчестер Юнайтед, что, мол, МЮ готов выкупить Бэйла. Но, понятное дело, что Реал его не продаст. В такой ситуации, Дарек Бэйл, может быть, не был главной фигурой в прошлом чемпионате, в прошлом сезоне для Реала. Но, безусловно, это футболист важнейший. Лингард накрывает мяч корпусом. Передача на Решварда. Далее Дарниян. Тарьянинск отключается по левому флангу. Передача вперед. Новый ран за всех лифтах. Модрич. Снова Модрич. Великолепен. Диско Модрич. Морселло. Данзима. Бросает прорыв Гаррета Бэйла. Морселло. Модрич. Вот так перехвалили немножко Модрича, ошибся в этом моменте. Но, я думаю, это, конечно, не влияет на уровень игры у Луки Модрича. Баскес. Он правило нарушил. Еще один свисток. Снова Дарниян. На газоне. Снова флор в пользу Манчестер Юнайтед. Керрик. Капитан. Команда Муриньо в сегодняшнем матче. Решвард. Сейчас на позиции центра форварда Лингард. Много перемещаются футболисты. Группа атаки Манчестера. Снова Перейра. Мавсиаль. На левый фланг. Дарниян. Лингард. Венни. Перейр неплохо ушел, но тут же. Карвахаль. Прибежал аж с правого фланга сюда. В центр. Кросс. Нет нарушения правил. Удивлен Тони Кросс. Считает, что было нарушение против него. Перейра. Много борьбы сейчас в центре поля. Вы знаете, моментами, конечно, эти игры этого турнира напоминают официальный матч. Понятно, что футболисты заводятся. Для них это игры большой афиши, большого статуса против таких соперников, таких конкурентов. И, безусловно, иногда эмоции преобладают. Керик неплохо водокасание. Мог бы вести Рэшфорда на свободное пространство. Марселло. Подача. Вот здесь Ромеро. На выходе играет очень уверенно. Аргентинский вратарь. Он появился в матче против Манчестер-Сити. Эта игра была в Хьюстоне. Потому что Манчестер путешествует по США. Но в основном по западному побережью. Это центральная часть. У Манчестера еще одна игра осталась против Барселоны. Она состоится 27-го. Июля. И после этого турнир Манчестера по США завершится. Что-то из Реала. То у Реала начинается. Матч против Манчестера. Манчестера Филойни прострел. Никого штрафной не оказалось. В нужной точке, чтобы нанести удар. Филойни, в принципе, неплохо прострелил. Так вот, у Реала матч против Манчестера и Юнальта сегодня. Далее 27-го числа игра против Манчестер-Сити. И завершится турне 30-го. Июля матчем против Барселоны. Эль Классико. Эль Классико за поделами Испании. Майами. Игра. Пройдет. И, что любопытно, уже билетов нет. И, естественно, это самый ожидаемый матч. Говорят, что цены на билеты доходят до 10 тысяч долларов. А товарищеский матч, это, конечно, уникально. Иском на левом фланге. По штрафную площадь Марселло. И здесь Марселло оттеснил довольно грамотно. Нарибари. Центральный защитник Манчестер-Юнайтед. Я думаю, что, скорее всего, он и Линдилёв. Новое приобретение Мауриньо образует основную пару защитников на новый сезон. У нас пауза полчаса позади в рамках этого турнира, тем более, когда игра проходит в непростых погодных условиях. Сейчас очень жарко в Санта-Кларе. Еще раз смотрим момент. Счастье Марселло. Это вот жарко, конечно же. Санта-Кларе в Калифорнии, тем более, сейчас половина третьего по местному времени, естественно. Самое пекло. 14.35, если быть точно. Время сейчас в Санта-Кларе в Калифорнии. Ну и болельщики. Что-либо будет для некоторых игр Барселоны. Ну, понятно, что для местной публики это такое развлечение. Но я думаю, что, если говорить в целом, наверное, в США болельщик Манчестера поболее будет. Вот он, стадион. Он не забит до отказа сегодня. Но, тем не менее, посещаемость на очень достойном уровне. Да, абсолютно разные флаги, естественно. В Америке огромное количество иммигрантов, и все они ходили с пустыми руками. Ну и болельщики Манчестер Юнайт. Их очень много. Напомню, что сейчас для Манчестера очень важная фара и на трансферном рынке. Я уже говорил о том, что Манчестер наберет очень активные переговоры с Интером по поводу трансфера Перешича. Перешича, он очень нужен, Мауриньо. Буквально с первых дней транспортного окна об этом говорили, писали. Итальянские и английские СМИ пока никак не могут согласовать сумму сделки. Но Интер не дарит желания выпускать своего лидера. Ну и также отменяем, что Манчестер в поисках, ну не в поисках, уже определился. И сейчас ведет переговоры, уже чуть ли не на финишной прямой они находятся. С Челси по поводу внимания Матича, опорного хайфбека. Будто уже согласовали даже сумму сделки, 50 миллионов евро. Но пока официально они не объявили. То есть почти все подтверждают, что эта сделка случится, но официально она не объявлена. Пока что Матич не игрок. Манчестер Юнайт. Ну, наверное, главный трансфер ОМЮ произошел чуть ранее. И нападающий на Ромео Лукаку за 82 миллиона евро перебрался в стан красных дьяволов. Перехватил Манчестер Лукаку у Челси, чем разозлил очень Муриньо. Эээ, Конте, прошу прощения. Конечно, разозлил тренера Челси Антонио Конте. Ну и Конте пришлось искать другого нападающего. Он выбрал Альбера Муратто как раз-таки из мадридского ряда. Вот так все и замкнулось. Нарушение правил на еще одно в центре поля. На Лука Севасович свалили. Творан. Ну и теперь, что любопытно, Зидан уже на пресс-конференциях накануне перед матчем говорил о том, что в связи с тем, что Муратто ушел, ушел и Хамес, Реалу нужен нападающий. Это было открыто объявлено, что Реал, если хочет, выйдет третью лигу чемпионов подряд, об этом говорят опять-таки все представители Реала, в том числе Фалентина Перес. Зидан сказал, что уже ничего не нападающий. Понятно, что главная цель для Реала это Мбаппе, форвард Монако. Там где-то опять-таки феноменальные суммы уже фигурируют, 140 миллионов евро, но Монако отпускать его не собирается. Поэтому Реал, думаю, что в ближайшие дни будут очень активны на рынке, то есть нападающего замена Альбера Мурата. Бензиман. Нет, нарушение правил, вообще мало свистков от Кевина Стота, арбитра матча. Бои вот так оригинально сыграло, а это уже Решворд. Но мяч не обработал. Иско. Берейра. Берейра. Очень неплохо в этой ситуации действует, но партнер его подвел. Марселло. Атака Реала сходу. Подача. Успеет ли Крова? Нет, Кровахаре здесь даже близко нет. Поэтому аут. В пользу Манчестер Юнайт. 35 минут позади. Матч Реал-Мадрид-Манчестер Юнайтед. 0-0. Международный Кубок Чемпионов. Помнишь, турнир проходит в трех странах. По всему миру. В США, в Китае и в Сингапуре еще матч намеченный. Ну, повторюсь, турнир. Это выставочный турнир, который позволяет команду заработать деньги и сыграть хороший спарринг в матче против минитых клубов. Это самое главное в автоматике. Большинка команда. Нарушение правил. Еще одно. Ну, это уже точка, если не для удара, то, по крайней мере, для подачи. Штрафную площадь. Марселу и Тони Кроссу мяча. Опасный момент. Не мог возникнуть, но довольно расторопно в своей штрафной действуют манкунианцы. Решвард. А вот вынес мяча неудачно. Модрич на подборе первый. Модрич. Нет точной передачи. Торопится Дармьян. Мяч уходит за пределы пули. Дармьян. Кровахаля. Тросс. Хороший пас на Кровахаля. Тот мяч обрабатывает. Нет, нет. Не обрабатывается. Сумеется, Кровахаль. Хотя изначально показалось, что он сумеет мяч сохранить в игре. Мы несколько разочарован. Кровахаль. Совсем скоро уже перерыв. Вы готовьтесь, дорогие друзья. Те, кто первый раз смотрит матчи этого турнира. Огромное количество замен. Другой состав может выйти на второй тайм. Ну, я утрирую. Понятно, что, наверное, разобьют тренеры замены на весь, на всю вторую часть матча, часть перерыва. И отрезки на любви футболистов. Но это будет случиться. И, естественно, у Манчестера и у Реала. Клайни. Ну, любопытно, что, конечно, Манчестер будет у Ракии Старкова составом. Потому что запасы, как я уже говорил. Погба, Андре Рера, Мхитарян, Лукако. Новое приобретение. Мауриньо. Лукако чуть ли не в каждом матче сбывается. Манчестер и Нат, это вот в этих контрольных играх. Ну, конечно, на данный момент кажется, что Реал, что Манчестер попал прямо в точку приобретения Ромау Лукако. Настолько он органично в команде смотрится по этим товарищеским матчам. Бэйл. Неплохо. Далее Маскес по правому флангу. Может обыграть соперника. Маскес решил делать сразу пас. И пас оказался не точным. А это уже Марсьяль. И впереди свободное пространство. Марсьяль набирает скорость. Марсьяль подает штрафную площадь. Начал надежен. Это попытка то ли удара, то ли прострела от фасуменца. Марсел радует американскую публику. Бразилец вот таким. Финтон Зидан. Думаю, что Зидан тоже оценил. Ну, наверное, Зидан в более сложных ситуациях. Такой бы мой крюк исполнял. Бэйл. Опасный момент. Сейчас Реал был близок тому, чтобы забить. По крайней мере, был довольно опасный. Но Джонс... Был на месте. Мече перехватит. Модрич. Снова по Модрич мячом. Впрос. Вперед на правый фланг. Карвахаль. Модрич. Еще один замечательный перевод на Марселу. Но свисток арбитра. Положение вне игры. С этого повтора надо сообщить американским коллегам, что... А сайт сложно разглядеть. Это повтор. Семножко... Для другого случая. Ромеро. Не торопится. Аргенции скидал типа. Манчестер Юнайтед. Вот любопытно. Матч за суперкубок Европа будет играть. Опасно только Манчестера. Удар. И мяч не залетает в ворота. Хотя Лингард, казалось, бил точнехонько в угол. Но даже, по-моему, вратарь мяч не задел. Да, от ворот. Это вот интересно, кто будет в уголки первого матча суперкубок Европы. Потому что мы знаем, что для Лиги Европы вратарем был именно Ромеро. Во всех матчах, в том числе в финальной игре. И он выиграл турнир, собственно говоря. Потому что провел все матчи. Наверное, логично, если он сыграет матч с суперкубок Европы. Но, с другой стороны, сезон новый. Возможно уже... Некоторые изменения. И в составе будет Де Хея. Основной голкипера. Манчестер. Дунайд. Кстати говоря, Мауринин накануне на пресс-конференции заявил, что он гарантирует, что Де Хея не уйдет в Реал Мадрид. Пока он в клубе. Серьезное заявление. Марселло. Капитан. Реала. Решворд. Перейра. Пока Саня Линьгард ставит корпус. Модридж. Кросс, точнее, прошу прощения. Это именно Тони Кросс был с ничем. Иско. Вот сейчас Модридж. Разрезающая передача. Какая от Модриджа. Да, конечно, Модридж это... Именно его игра, и она феноменальна. Это... Футболист, который видит все на футбольном поле. Который придумывает такие атаки. И ведь прошел пас. Ведь прошел пас. Там офсайд снова был... Все опять нам показывают камеры. Как будто бы можно понять, был ли офсайд. Надеюсь, сейчас кто-то сообщит режиссеру трансляции. США, американцу. Это уже другой вид спорта. Это не американский футбол. Бээл. Но сам-то пас был задуман. Блистательно. Бээл. Бенземан. Спустился на левый фланг. Карим Бенземан. Баскес. Бенземан. Иско. Запутался Иско. Модрич. Ой, как Модрич пробрасывает мяч и прострел. А здесь никого. Да, лично я наслаждаюсь игрой Модрича. Сегодняшний матч. Ну и вообще. Сам Адельский Реал. Дроз. Марселло. Обрабатывает мяч Марселло. Марселло. Но Реал давит. Реал играет агрессивнее. Олигард. Мяч выбил. Тарвахаль. И передача назад на Кейлора Наваса. Иско. Еще один пас в штрафную. И нарушение правил. Совсем скоро мы узнаем, сколько добавит Кевин Стот. К первому тайму. Основное время подошло уже к концу. Три минуты. Три минуты. Это прилично. Ну, была пауза. Напомню, что в рамках турнира паузы в середине таймов бывают. Для того, чтобы футболисты передохнули, попили водичку. И, наверное, получили, пока занят. Тренеров Марселло. Неплохо Марселло. Что он исполнил? Удар. Гол. Извиняюсь, кто-то разбудил. Но каков Марселло? Каков Марсиаля и восхищение. Вот действие Марсиаля. Не только от болельщиков. Марсиаля в этой ситуации просто потрясающе сыграл. Еще раз смотрим. Он получил мяч на фланге. Вошел в штрафную. Троих собрал. Обыграл троих. И пас на пустые ворота Лингарду. Просто гол имени Марсиаля. Браво. Браво, Марсиаля. Но и сейчас. Glory Glory Man United звучит в пригороде Сан-Франциско. В городе Сан-Та-Клара. На местном стадионе. Действительно, когда командуют мячи, их гимны звучат на стадионах. Это очень красивая история. Я думаю, что все местные болельщики оценили. Glory Glory Man United. Но Манчестер вышел вперед. Отличился Лингард. Но, наверное, будем справедливы, что в этом голе заслуга основная именно Марсиаля. Ну, вот так Реал мы хвалили. Ну, и лично я в последней минуте тайма. А в итоге оказалось, что Манчестер готовит свой удар. И удар оказался точным. Удар, который был Манчестер-Люнафин. Вперед. 1-0. Угловой. Тони Кросс. Подача. Варан. Марселло. Марселло уже на правом фланге. Подача кросса. Удар головой. Бензема. Можно играть. Бензема. Нет, нельзя играть. Свисток. Арбитр. Мяч залетает в ворота. Марселло срывает аплодисменты. Но мяч не засчитан. Положение вне игры. Надеюсь, сейчас нам покажут повтор. И мы уже разберемся. Потому что моменты связаны с забитым мячом. Здесь очень принципиально понять, был ли офсайд. В какой стадии атаки. Свисток на перерыв. 48 минут. Первый тайм позади. Вот он, Джесси Лингард. Автор забитого мяча. На 1-0 Манчестер впереди. Повтор мы, видимо, не посмотрим. Но не столь принципиально доверимся. Бригаде арбитров. Итак, друзья, мы снова в Калифорнии. Санта-Клара. И здесь, на местном стадионе, который вмещает почти 75 тысяч болельщиков. Начинается второй тайм-матч Реал-Мадрид-Манчестер-Юнайтед. Грандиозная афиша для мирового футбола. Наверное, популярнейшие клубы в мире. Наверное, возможно, самые популярные клубы в мире играют друг с другом. Здесь, на этом гигантском стадионе. И после первой таймы впереди команда Манчестер-Юнайтед. Джесси Лингард отличился после роскошного прохода. Марсьяля. Счет 1-0. Мы ждем команды на поле. Я уверен, что огромное количество замен случится и у тех, и у других. Будем в них разбираться по ходу второй части матча. Вот, собственно, уже первые признаки замен. Видим мы запасных Реала. В частности, Кассия готовится выйти на поле. Это второй вратарь мадридского Реала. Кстати, очень любопытно, в этом турне США взяли и сына Зидана Лука. Лука, если он французский вынимаете. Лука Зидан. Он на этом турнире четвертый голкипер. Кейлор Навас, Кико Кассия, Рубен Яньес и Лука Зидан. Четыре вратаря на мадридского Реала. Но было бы достаточно любопытно посмотреть на сына Зидана в составе основной команды Реала в рамках такого статусного матча. Это футболист Манчестера. Блинда сразу отмечаем. Он на поле. Дехея, кстати говоря. Он тоже здесь. Он выходит на второй тайм. Дармьян Эрера. Андер Эрера. Хитарян тоже. Хитарян, Эрера. В общем, Дэвид Дехея, который я уже сказал. В общем, Манчестер тоже серьезно изменился. Но и видим реакцию. Реакцию. Болельщиков Манчестер Юнайт. Это никого увидели. Дехея. А Лукако, наверное, Лукако, который на поле, Крис Моллинг, тоже здесь в первом тайме не играл. Я подозреваю, что чуть ли не всю команду поменял. Хотя нет, Филойни на месте. На месте Филойни, значит, не всю команду поменял. Муриньо. Это спасные Реала. Маттео Ковачич на поле. Он тоже вышел из скамейки запасных. По-моему, Альваро Техеро. Друзья, давайте шаг за шагом. Франсиско Фойласье также на поле. У Реала, подчеркну, давайте потихоньку, шаг за шагом разбираться, сколько замен сделал Зидан, сколько замен сделал Муриньо. Потому что так, вот с наскока, мы это не возьмем. Высотом надо детально к этому подойти. А Шараф Хакими вот сейчас бросает из боковой. Сейчас скажу. Мне очень знакомая фигура. Всего лишь 18 лет. Испанец из Академии Реала. Ну, наверное, широким публикуем только-только он. Предстоит с ним познакомиться. Чуть был не ошибся, как раз таки. Хакими, а Шараф. Так его имя звучит. Реал мяч контролирует. Муриньо вообще, чтобы не всю команду поменял. Зидан. Пока я знакомых по первому тайму лицам нахожу. Да, подозреваю, что действительно полностью команда изменилась. Но Реал проигрывает. Каким бы ни был матч с Товарищеским, все равно хочет Реалу победить. По крайней мере, забить гол. Казимира. Казимира на поле. Он с повязкой. Значит, видно, он в роли дядьки. Потому что вокруг одни молодые футболисты. Киллени. Блинт. Перепасовывает футболиста Манчестер Юнайтед. И зарабатывает аут. Блинт. Погба. Он тоже здесь. Про него мы не могли забыть. Ну, что любопытно, теперь поменялись. Команда у Реала состав второй. А у Манчестера, по сути, основной. Мехитарян с мячом. Я уверен, что есть персональные поклонники его на стадионе. Матч в Калифорнии. Поэтому логично. Продолжается борьба. И в итоге Манчестер прессингует. И Манчестер мяч отбирает. Марсиаль. Лукако. А, Марсиаль остался. Манчестера тоже отметим это событие. Вперед на левый фланг. С мячом. Кесада. Еще один. Мало знакомый нам футболист. В составе Мадридского Реала. Хокимии. Ковачич. Это футболист известный. Матвео Ковачич. А это удар по воротам. Довольно опасный. Довольно опасный. Пробил Оскар. Оскар Арнайс. Алла Мадрид. Мы слышим с трибуны. Действительно. Болельщиков Реала тоже предостаточно на стадионе. Блинт. Состав Манчестера на второй тайм. Из тех, кто вышел на поле. Имя иду и люди, которые со скамейки появились. Это Дехея, Блинт, Смоллинг, Линделев, Эрера, Погбам, Хитарян и Лукако. Сейчас мы разберемся, кого они заменили. Пока же, собственно, Линделев с мячом. Хитарян. Килайни. Еще один пас. Назад. Эрера. Ну, судя по всему, центр обороны изменился. Линделев и Смоллинг. Теперь такая связка. Да, второй номер. Это Виктор Линделев. Это Эрера. Центр поля также. Другой Погбам. Эрера, основная пара. Центральных полузащитников. Слева играет Блинт. Он вышел. Вместо Дармьяна. Нет, он вышел вместо Фосуменса. Дармьян просто переместился на правый фланг. Хитарян тем временем. Небольшое побуждение, как получают из партнеров. Там Хитаряна, любой игрок Реала. Нет, Эрера. Эрера. Что-то с ним случилось. Что-то с ним произошло. Давайте о составах уже с заменными я расскажу. Действительно, у Реала полностью другой состав. У Манчестера частично. Начнем мы с Реала. Второй тайм начал Кико Кассия. В воротах поле Кассии номер 13. Муринио даже во время контрольных матчей умудряется с арбитрами поговорить. Чем-то он недоволен. Это арбитр главный Кевин Стот. Вот так вот, на вас его заменили, вышел Кассия. Ну и полевые футболисты, вот те, кто в втором тайме вышел, так скажем. Состав на второй тайм. Номер 34-й Хакими, 33-й Ману, 15-й Тео Эрнандес, 26-й Квезада, 27-й Альборо Техеро, 29-й Франчу, 14-й Казимиро, 16-й Ковачи, 42-й Оскар и 28-й Дани Гомес. Вот такой состав у Реала. Полностью всех поменял Зидан. А сейчас замена у Манчестера. Андре Ререс уже получил повреждение, поэтому был возмущен Муринио. И замена у Манчестера вышел на поле Скотт Мак Томинай, под номером 39. Ну, давайте о составе Манчестера чуть более детально. То есть здесь уж смешно. Состав первого и второго тайма. В воротах Дехея. Он на поле. Вместо Церкио Ромеро. Далее. 36-й Маттео Дормьян. 17-й Дейли Блин. 2-й Виктор Лендерев. 12-й Крис Моллин. 21-й Андре Ререс. 22-й Генрих Хитарян. 6-й Поль Погба. 27-й Муран Филайни. 11-й Марсьяль. И 9-й Ромело Лукако. Вот такой состав у Манчестера на второй тайм. И отмечу, что заменили на Эреро, который получил травму. И вышел, как я уже сказал, номер 29-й. Номер 39-й Скотт МакТоминай. Погба. Норди разобрались. Мы с заменами, по крайней мере, к этой минуте. Мариша отправил на Погба. Погба капитан. Вот это да. Только Погба, который еще в прошлом году перешел в Манчестер. Вернулся в Манчестер. Уже забрал капитанский раз по себе. Ну, тоже решение, я думаю, что Маурини. Блинт. Я думаю, что для Погба все будет проще в этом году, в этом сезоне, нежели в прошлом. Потому что давление было сумасшедшее на поле Погба. Сейчас, я думаю, ситуация, конечно, изменится. И Погба во всей красе предстанет перед болельщиками, перед общественностью английско-европейской. Потому что, конечно, критиковали его очень много по ходу прошлого сезона. Самый дорогой футболист мира Погба. Пока он такой статус сохраняет. И, вероятно, до конца лета сохранит. Потому что, судя по всему, у Пассажей большие проблемы с трансфером Неймара. И побить рекорд не получится. 222 миллиона изначально планирует Пассажей заплатить Барселоне. Ну, активировать Хлаусулу. Сумма заступнув, дабы получить бразильцей Неймара. Атака Реала. Кулачич. Касия. Фосе Эрнандо. Казимиро. Отличный перевод на левый фланг. Реал в атаке. Подача. Ну, здесь Смолинг. Разбирается с Блиндом. Хотя Блинд к мячу не успевает. Но и Смолинг мяч не задел. По крайней мере, так посчитал арбитр. Блиндос боковой. Блиндос боковой. Гитариян. Еще один пас. Назар. Линдилев. Дехея. Лукако Ковачич Еще один пас назад Это Альваро Тахерам Очень много молодых футболистов Из тех, кто особо интересен У Реала, я отмечу, конечно, Тео Эрнандеса Номер 15 Это новое приобретение Реала Реал купил Пока что Его и Сибаеса Это молодой испанский талант Лучший футболист Между прочим, молодежный чемпионат Европы За По-моему, 18 номеров евро Его Реал приобрел у Бетиса Но это талант Большой талант Испанского футбола И Реал Опередил к Барселону В гонке за Сибаеса Подача Удар Нет, это не удар Это победка Вернуть мяч в Вратарскую Каземиром Ковачич Снова Ковачич с мячом И еще одна поддача Засканых защитников Лукако Очень мощный Лукако Новая девятка Манчестер Юнайтед Ну, Манчестер в этом году Лига чемпионов Об этом не стоит забывать Все же турнир Особенный для МЮ И, вы знаете Перед матчем Зидан назвал Манчестер одним из Фаворитов Предстоящей Лиги чемпионов Одной из команд Которые способны Дойти до финала Мы посмотрим Манчестер Которые права Сыграли лиги чемпионов Благодаря победе В Лиге Европы То есть даже Начали чемпионат Манчестер Отброс В Лиге чемпионов Но это не важно Это не важно Манчестер уже в турнире В основной сетке И будет конкурентом Реала У Реала одна цель Выиграть Третий раз Лигу чемпионов Дважды никто не выиграл Кроме Реала Именно Лигу чемпионов Но Реал Команда Которая Всегда Хочет только побеждать Об этом говорил Лигу Модрич Накануне Атака Реала Но здесь видно Что молодые футболисты Наверное волнение На пределе Казимирова Казимирова Пробить Больше не правил Бразилийский Драмы поставил Спиной в итоге Заработал Штрафной удар Здесь я думаю Что вариантов Не очень много Ковачичи Казмира Наверное Брешат Пробьет Ну видимо Ковачич Харманский Полузащитник Исполнит Стандартное положение Да Матео Ковачич Удар Решфорда Такую статусную Подчеркну Пусть товарищескую встречу Зидан знаком С этими ребятами С большинством Из них Он ведь работал Долго Второй команде Реала И те люди Которые Прошли Катемию Реала Школу Реала Вторую команду Они все знают Зидан И сам он Зидан их знает И хочет Чтобы они развивались Такой матч Пусть Неофициально Он все равно Годит много Для молодых игроков И поэтому Некоторые моменты Ну очевидно Что Волнение Долевает Игроков Реала По сути Из тех Кто Более-менее Опытный И Себя может Назвать Футболист Обойма Реала Основной Это Ну понятно Казимиро Кассия Ну Очень безусловно Тео Эрнандес Который пришел Сейчас в Реал Ну честно Я больше Не знаю То Так же игрок Ну стартовая Обойма Или Находится под основой Опасный момент Ночи ходят за пределы поля И угловой удар Зарабатывает Манчестер Юнайтед Справа фланга Будет подача Генрих Мхитарян Подает Страфную площадь Удар головой Филейни Муран Филейни пробил Но пробил Немного не точно Скоро мяч не попал Напомню что у турнира есть регламент Каким бы он ни был Товарищеским Регламент присутствует И за победу в этом матче Ну в любом матче Основное время дается 3 очка За ничью Ну если ничья будет Соответственно по регламенту Серия пенальти Если серия пенальти ты победил Твоя команда победила Что она зарабатывает Два очка Проигравшая лишь одно Ну то есть у Манчестера уже 3 балла После победы в дерби Сити Если будет победа и сейчас В основное время То это будет По этому знак Что Манчестер Этот виртуальный кубок Турнир Но выиграет Хитарян нарушает правила Долго-долго Футболисты Реала Мяч разыгрывают Вот сейчас Кочич Делает пас назад И мяч уходит за пределы Кочич Погба Круни Погба На линде лёфа Тот направо фланг Дамьян Како Погба Снова включён француз Клыни Дамьян Хитарян Снова Дамьян Передача назад Продолжает Манчестер мяч контролировать Хитарян Ещё один пас назад Это Мак Томинай Комбинируется Китаряна Перевод на левый фланг Марсиаль И пас назад на Давида Дехея Испанского галкипера Манчестер Юнайтед 64 минуты Позади у нас На стадионе Санта-Клари Впереди Манчестер Юнайт Лингард Отличился ОМЮ Впереди Ещё одна игра С Барселоной Манчестера Игра С той же Барселоной Это будет Эль Классик В Майами И ещё одна встреча С Сити Вот так Прямо ещё две игры Предстоят В США В рамках Этого турнира Клайни Нарушение правил Нарушение правил Арбитр Довольно уверенно Показывает Сторон ворот Юнайтед Казимира Хакими Шибко У Франсиско Франсиско Феласье Это аргентийский Футболист Тоже очень молодой У него всё лишь 19 лет Исполнилось В мае Совсем юный Урок Блинт Марсиаль Вот он Феласье Аргентинец Под номером 29 Сейчас мяч укрыл корпус Сейчас действует По взрослому Казимира Его гол в финале Лиги Чемпионов У Сэма Было на срикошете Забито Стал определяющим Для финала в Кардифе Потому что после этого Он был не просто в шаге Он был в факсе Потому что факс Тогда Загадочная история Как Реал и Манчестер В конце Гасовали За трансфер Была история Связанная с факсом Не прошли необходимые бумаги И поэтому Трансфер сорвался Я не совсем верю Думаю Там были более Серьезные причины Но вот Тогда ему так объяснили То, что сделка сорвалась Угловой удар Лукако и Марсиале Развирули мяч на левом фланге В итоге Стандартное положение Угловой в исполнении Блинда Деверо сборной Голландии Будет подавать Лукако Угроза любым воротам Между ними дошел Он хитарян Смело играет Кубалец Манчестер Юнайтед Молодой Скотт МакТоминай 19-летний Очень уверенно пошел Обыгрывает соперника Обыграл Но пас Был не точно Точнее точно Но партнер был в ассайде Еще один фулл Тео На газоне Палил хитарян Извинился Генрих перед футболистом Реалом Хороший пас Страхнул и здесь нарушение правил Показалось, что фулл был Я думаю, что безусловно будем Смотреть повторы Но первая реакция Что пенальти справедливо назначен Американским судьей Линдалев Не успел Ехал Тео И пенальти справедливо назначено Думаю, даже возможно будет Желтая карточка Линдалев Ну а мяча Казимира Капитан Реала Ясберова Его Бомбардист В спецфинале Рига чемпионов Сейчас Пенальти Забивает Казимира Мощнейший удар Вот такой пенальти Отразить просто невозможно Просто невозможно Как из пушки Мяч вылетел После удара Казимира 1-1 1-1 Реал Мадрид Сравнивает счет На 69-й минуте Но невозможно было Дехея На удар среагировать Даже не среагировать А отбить Этот мяч В итоге 1-1 Матч Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Казимира Отличился Мы отметим То как Реал заработал Пенальти Тео Который к атаке Подключился И сумел грамотно Мяч пробросить И Натнуться на соперника Даже Он специально Делал Просто Ленделев Опоздал Выход 1-1 Еще Может быть В этой ситуации Грамотно Сыграл Кассия Резервный Галкипер Реала А это Зидан В рабочем процессе Управляет игрой Своей командой Зидан Конечно Потрясающая карьера Тренера Началась Для него Он всего лишь Работает в реале Полтора года По сути Главным тренером Первой команды И Два Типовая Лига чемпионов Что может быть Клучше Ничего Это предел Плюс победа В чемпионате Испании У Реала Также Кубок Межконтинентальный Кубок чемпионата Реала И сейчас В декабре Будет повторять Скорее всего Это достижение По крайней мере Цель такая Любить все турниры В которых Реала Участвует Напомню Что Суперкубок Европы Суперкубок Испании И Клубок чемпионата Разыграет В Реал До конца Календарного года И Число трофеев Может до Сильных пяти До Барса Не добраться Барса В лучшие Климена Выиграли шесть Кубок Испании Реал Уже не выиграет Но тем не менее Пять трофеев Тоже будет достижение Для Реала Офигное достижение Для мадридцев Это такой настырный Фойласи Аргентинец О котором я уже говорил Сейчас Сумфу зарабатывает Смотрен Просто не спевал И срезал Срубил буквально Фойласи Штрафной удар Меча Квизада Номер два шестой Только Тричона Смотрит Маурини На происходящее На поле Ну а Кисада Будет Закручивать Ротарскую Нет Бьет Поворотом Ничего себе Наглый Молодой Луис Мекесада Он конечно Чуть постарше Своих партнерах Ему уже 20 лет Но все равно Нагло пробил В этой ситуации Давид Дехея воротах Куперсборной Испании Но Кесада Не испугался И пробил Поворотом Это был удар Это был удар Но Дехея на месте Даже небольшое повреждение Судя по всему Получил Дехея Кази Миро 65 тысяч Болельщиков 65 тысяч Студен вмещает 75 Но Слушайте Это все равно Великолепный результат Для товарищеского матча К войне Лукако Не получилось С головой Затаряна Выходит мяч Запад Делает поле Смоленк Блинт Соперник очень Элегантно Па-па Филейне Направо Направо С передачи Вот так оно и есть На Дармияна Смоленк Манчестер готовится замена Но у Риала Не уже вряд ли Включаться У Риала Три футболиста На скамейке Спасных Два вратаря Рубень Яньес И Лука Зидан Два галкипера Сен-Зидан И нападающий Борхо Майораль Вот Наполе может появиться Я думаю Это вполне реально У Манчестера Здесь Вариантов побольше В частности Есть Валенсия Он готовится На поле Да Это Валенсия Основной защитник Юнайтед На правый фланг Здесь направится Дармияна Заменит Скорее всего Дармияна На поле С первых минут Ну а пауза Традиционная Сейчас Во время Матча Этого турнира Сюда Пауза Для того Чтобы футболисты Нужели в себя Выпили воднички Сажимать Проходит Ярком Ярком Солнце Разгар Дня В Калифорнии Санта-Клари Это Марселло Его действует Еще в первом тайме Когда он был На поле Марселло Конечно В полном Порядке Но это Лука Модрич Так же Прекрасно Здесь вы Работает с мячом Ну а вот Кто лучше всех Сработал в первом тайме С мячом Конечно Марсиаль Была передача На Линьгарда И Гол Последнего 1-1 Напомню Что в случае Ничейного результата Нас ждет Серия пенальти Серия пенальти Тогда будут Разыграны Три очка Джулия Робертс Если я не ошибаюсь На трибунах Стадиона Санта-Клари Ну почему бы нет Ходить на футбол Прекрасная погода Приехали Европейские топ-клубы Можно Идти Развлечься И получить Огромное удовольствие От происходящего Да Джулия Робертс Даже если не ошибаюсь Официальный твиттер Манчестер Юнайтед Инстаграмфировал Ее перед матчем Футболки М.Ю Она вроде как Болельщица Манчестер Юнайтед Джулия Робертс Минька Голливудская актриса И она Переместилась Видимо на трибуну Правда Она была сейчас Не в футболке Манчестера Может передумала По ходу матча Валенсия Антонио Валенсия На поле появляется Вместо Атоматова Дармьяна На правый фланг Еще одна замена У Манчестера остался В запасе Джоэль Перейра Ватарь Аксель Туанзебе Это защитник Из Конго И Диметрий Митчел Футболист Из Англии Местный игрок Посмотрим будут ли еще замены Покажи Команды Снова в игре Пауза Закончилась Мхитарян Ступает в отбор Валенсия Пас на Линделефа Смолинг Пас Поперек Снова Линделеф Мактоминай Линделеф Смолинг Блин Снова Всем свою технику Показывает Замечательную Ну а это уже Тео Как он замечательно В этом моменте Действует Вошел в игру Прекрасно Тео Эрнандес Пас на правый фланг Хакими Получает мяч Тео Эни Тео Эни Может ускориться Казимира Блистательный Играет Казимира Конечно Он в этом плане Футболист Непроходимый Для соперника Лукако Мактоминай Погба Пока размышлял Что делать дальше Мы отобрали Мактоминай Филайни Хитарян Может пробить Удар Поворотом Попадает Защитника Генлиф Хитарян Ну что же 1-1 1-1 Реал Мадрид Манчестер Юнайтед До конца Основное время Матча Около 10 минут Плюс Конфенсированный Арбитром Время Я думаю Что также Около 3 минут Будет добавлено Минимум В случае Если мы Не выявим Победителя Основное время Нас ждет Дорогие друзья Серия Пенальти Увлекательное Дело Поэтому Я думаю Что ноги За То чтобы Команды Не забили Друг другу И мы Понаблюдали Еще и за серией Пенальти Смолинг Линделев МакТоминай Очень активен МакТоминай Старается Везде Спевать Старается Брать игру На себя Не боится Что важно И приятное Классное направление Лукако Казимира На левый фан Передача Ковачич Казимира Вот заметьте Как Насколько Казимира Отличается От остальных Сразу видно Что игрок Основного состава И футболист Уже Состоявшийся Взрослый Другой Игрок Стартовая Обойма Конечно Не основа Но тем не менее Это Ковач Он буквально Растворился На поле Особо Незаметно Что он Отличается От молодых Гороков Реала Тех Которые Только Только Был бы После Академии Играть Через вторую Команду Реал Погба Ошибается Погба Мяч Отобрали Хакими Хакими Пошел в обыгрыш Прострел Вот сейчас Реал мог второй Забить Нападающий Реала Был на ударной Позиции Гомес Даниэль Гомес Баленсия Филайни Погба Максиаль Вот кто играет Весь матч С первых минут Плюс Филайни Блинт Макулатич Наконец Взял игру На себя Валенсия Ошибкой Соперники Воспользовался Валенсия Авра Дахер Пахитарян Пяткой Мактомина Подача Филайни И что это было Разочарованы Баленщики Манчестер Юнайт Я думаю Что многие Так же ждали Другого удара Не было Офсайда Филайни Он имел Потрясающую возможность Пробить Хотя был Створ ворот Но он Он пробил На второй Ярус стадиона Да Момент Упущен Момент Нереализован Тео Эрнандо Снова Прекрасно Действует Конечно Судя по Тому Тайму Которому Проработать На поле Это Усиление Для Реала Вряд ли он Конечно Убить Марселу И состав Это невозможно Но Потенциально Это наследник Марселу В составе Реала Тео Эрнандес Так что Внимание На него Обратите Атака Реала Ковачич Не стал Обострять Он совсем Юный Футболист Эрнандес Всего 19 лет Родился 6 ноября День 8 Новый год 20 Будет только Через 4 месяца Нарушение Провел Мхитарян На газоне Он обыграл Соперника И Тот свалил На нем Это Оскар Получает Желтую Качку Ну а Что касается Тео Эрнандеса То Он перешел В Реал Буквально Несколько Недель Назад Из команды Алавис Ну За ним Была Большая охота Большие команды На него претендовали Но Тео Заявил Что он Мечтал Играть За Реал Мадрид И Его мечта Сбылась Это Лучший Клубнир Банальные слова Правда есть Потому что Именно Выбор Тео Сыграл Кучу Урок Потому что Претендента Было Очень много На Тео Эрнандеса Он В Алависе Играл А Атлетико Принадлежало Атлетико Мадрид За 10 миллионов За 26 миллионов евро Он перешил Прошу прощения 26 миллионов Евро Заплатил За него Реал Мадрид И соответственно Француз Перегрался В Реал Из Атлетико Которому он Принадлежал В Аренген Играл Валовесе В прошлом году Так что Знакомьтесь С ним Лучше Возможно Будущий Левый Защитник Реала Такая Особенная Позиция В Мадриде Роберто Карлос Долгие годы Играл Марсело Опасный момент Линд Играет Хорошо Страхной Линд На угловой Возможно После Марсело Будет Тео Эрнандес Угловой Угловой В пользу Мадрида Стандарт Подача Поп-бар На ближней штанге Хитарян Отобрали У него мяч До поворота Но это слишком Не точно И высоко Хакими Пробил Что еще любопытного В истории С Тео Эрнандесом Потому что О нем Наверное Надо отдельно Еще раз сказать Потому что Он В Атлетику За первую команду Не играл Он в Атлетику Принепутал Потому что Он был в Академии Клуба С 11 лет Это потрясающе Момент То, что Самый Француз С французским Паспортом Но Атлетику Давно нашел И Он играл Именно в Мадриде Недовное гражданство Французское И Испанское Ковачич Еще смещается В центр Ищет Продолжение Атаки Казимира Фоконтео Эрнандес Один из героев Второго тайма Ну так вот Специальное Заявление Пресс-служба Атлетик Выпустили После перехода Да, не точно В этой ситуации После перехода в Реал И в этом заявлении Говорится о том Что у Эрнандеса Был контракт До 21 года Он категорически Отказался продлевать Соглашение Он Все предложения Отклонил От других клубов И буквально Поставил ультиматум Клубу Что он Атлетико Что он перейдет Только в Мадридский Реал Только в Мадридский Реал Никуда Больше он переходить Не собирается И продлевать контракт Тоже не собирается И соответственно Будто бы извиняясь Перед болельщиками своими Атлетико заявил Что альтернатив не было Этот год У Эрнандеса великолепно Валовесе в аренде И поэтому за довольно большую сумму Для 90-летнего футболиста Его продали за 26 миллионов евро Так что До Эрнандеса Уже в таком дневном возрасте Характер показал Вообще любопытно Что у вас не пройдение Атлетико Он почти всю карьеру В этой команде В этой школе Мечтал играть за Реал Удивительная история Но Очень характерная Атака Реала Хакими Подача Мяч летает за пределы поля Тем временем Уже позади Почти 90 минут Без 5 секунд Сейчас мы узнаем О добавленном времени Ну и давайте фиксировать Что ничья 1-1 А это значит Что если сейчас В ближайшие минуты Не будут добиты мячи В 3 минуты Ближайшие То нас ждет Серия пенальти Дорогие друзья К радости этих Болечиц В красном Видимо они Очень рады тому Что это шоу Продлится Еще некоторое время По регламенту Международного Кубка чемпионов В случае ничейного Результата Серия пенальти И соответственно Команда Выигравшая Эту серию Получает 2 очка Проигравшая Лишь одно Муриньо Расстроен На самом деле Если говорить фактами Вторая команда Реала Почти без Трех футболистов Без четырех Может быть Вторая команда Реала Сумела Тайм Вот этот тайм Второе выиграть У Манчестера Но Хорошо играет Втором тайм Установить Этого юного Футболиста Ну что ж Свисток Да 1-1 Реал Манчестер 1-1 Вот так Завершился Мак Его основное Время Сейчас Будет Небольшая пауза Потом серия Пенальти Небольшая пауза На матч ТВ Поэтому Никуда Не переключайтесь Короткая реклама Вернемся потом Сюда В Санта-Кларо В Калифорнию И узнаем Чем дело Завершится Кто выиграет Серию пенальти На любой удар Готов надежный